Понятно, понятно. Ну, я думаю, что наши власти тоже, украинские власти, это тоже понимают, что как раз они же там, Россия готовит 11 сентября, это единый день голосования. Я вот еще, вот, я еще вот о чем хотел спросить. Ну, это странно, это из разряда каких-то странных слухов, ну, возможно, вы что-то на эту тему слышали, если нет, так и скажите. Есть же это мнение о том, что Путина сместят осенью, почему-то называют, значит, имя Патрушева-младшего, который якобы может занять этот пост президента России. Что вам известно о Патрушеве-младшем? Это вообще кто? Ну, вообще-то есть два Патрушева-младших. Есть человек, который более к политике, его как-то готовят, есть и чисто бизнес младший. Я думаю, что именно о первом идет речь. Да, этот слух, кстати, он циркулировал еще в начале года, даже, ну, до начала войны. И были определенные, ну, рассказы, которые, я слышал, в котором Патрушев-младший появлялся на определенных встречах и, ну, выступал как будто теменей теневой, теневого государства. Так что эти слухи не до последнего времени означают, что, это означает, что вполне возможно, что такое есть. Хорошо. Я хотел еще поговорить с вами, собственно, о годовщине катастрофы MH17. 17 июля эта катастрофа была. Беллинкет очень много, очень подробно занимался расследованием этой катастрофы. Как вам кажется, чему-то научился мир после этого? Потому что, в принципе, на основе этой катастрофы мы можем увидеть современную Россию. Ну, вот эту такую варварскую армию, агрессивное вранье, с одной стороны, а с другой стороны, ну, отсутствие, ну, возможно, это мое предположение, такой адекватной реакции Запада на то, что произошло. На ваш взгляд, какие уроки мир, да, цивилизованный вынес из этой катастрофы? Ну, первая часть, которую вы назвали, она точно стала уроком, а именно то, что нельзя верить никаким официальным словам, которые приходят из России. Потому что раньше все-таки, ну, коллективный Запад, он принимал, что не может быть такое, что полностью необоснованно будут врать. То есть, скорее всего, там есть какая-то частица истины, или что они верят этой версии. Поэтому ее рассказывают. После вот этих восьми лет стало абсолютно понятно и стало практически даже таким мемом для западных политиков, что априори надо считать все, что приходит из России враньем и до доказательства обратного. Вот это очень важный урок. Тоже стало понятно, как делается это вранье, что оно не делается целенаправленно и системно на одну конкретную ложь, просто распространяется огромное количество внутреннепротиворечивых и даже исключающих друг друга версий. И это вообще не означает, что это не их производство, а наоборот, что их цель не создать какое-то понимание обстановки, которая отличается от той, которая, ну, скажем, официальное следствие дает, а просто надо создать, ну, утомление, утомить аудиторию с слишком многими разными версиями, чтобы в итоге обычный зритель, обычный читатель сказал, нет, это слишком сложно для меня, не буду дальше интересоваться этой темой, чем выигрывать, конечно, кремлевская пропаганда. Так что на теме дезинформации, пропаганды и вранья уроки очень сильные, они стабильные. А вот, ну, сейчас из-за войны в Украине уже стало понятно многим, но не всем, что надо было намного решительнее раньше реагировать на всё это, а не просто понимать и продолжать дальше, как будто ничего не случилось. Потому что если раньше была реакция более-более чёткая, то, возможно, до войны не дошло с боем. Поэтому вот это, к сожалению, только сейчас этот урок выучаем. Ну вот я как раз увидел, когда я говорю о том, что не было адекватной реакции, ну и вы это тоже, разумеется, подтверждаете, один из фигурантов этого дела, да, такой генерал Андрей Ильченко, вы как раз о нём писали, он грушник, у него есть, ну это не позывное, типа генерал Москва-4, вот так его ещё называли. Это как раз тот, кто распространял фейки о катастрофе. И вот вы в Твиттере, да, написали о том, что против него даже нет санкций. Вот как вы для себя это объясняете? Да, вот есть фигурант дела, который, ну, вероятнее всего, причастен к смерти огромного количества людей, да, которые просто летели в самолёте, и санкций против него нет. Да, вот я считаю, что санкционный режим, он делается чисто оппортинистически, то есть когда есть какое-то большое событие, типа там отравление Навального и так далее, западное государство спрашивает у своих спецслужб, ну дайте нам список там людей, которые надо санкционировать, ну и тогда вот даётся какие-то списки там пятидесяти человек. А вот системно, чтобы просто так, ну, поименно проверялось постоянно, вот если причастные люди к трагедиям, к военным преступлениям, к дезинформации, что очень-очень серьёзные преступления против цивилизованного мира, то и вот давайте мы постоянно там каждые три месяца будем выдавать новые имена для санкций. Такого нет. Вот я считаю, что это очень проигрышно. Очень проигрышно. И, ну, мы, Беллингкет, пытаемся как-то иногда стимулировать такие санкции путём, ну, публикации определённых статей, в которых даже не первые лица. Понимаете, очень важно, чтобы создать атмосферу, в которой было невыгодно даже таким бюрократам или более низкого уровня офицеров, заниматься теми грязными задачами, которые даёт Кремль. Поэтому вот надо санкционировать и рядовых даже, ну, даже и троллей, которые там занимаются, работают при Горжино, а вот рядовых там лейтенантов, полковников, которые известны и доказаны, что причастны к чему-то, они только там искат первые лица, вторые лица и так далее. Надо сделать невыгодно людям заниматься этим в России. Есть ещё один фигурант этого дела, и я тоже вот тут ссылаюсь на вашу публикацию, вы писали об этом в Твиттере. Есть такой Владимир Алексеев, тоже там генерал, тоже грушник, что у него там, известный как Степаныч, собственно, тоже подозреваемый в деле катастрофы MH17. И вот вы заметили, например, его на переговорах России с Украиной в Турции. Вот как это возможно? Чем вы это объясняете? Это генерал, который вообще сейчас отвечает со стороны ГРУ за инвазию, за вторжение в Украину. Он курирует все ЧВК, он общается с пригожинами, со всеми другими там пригожинами условными ежедневно. Это человек, который причастен к убийствам тысячи людей в Украине, и вот он является за столом переговоров. Это полный абсурд. Об этом надо было говорить и не принимать вообще... Я думаю, что и с украинской стороны не надо было принимать этого человека в качестве равнопоставленного переговорщика по мирному процессу. Как может быть, что генерал Грушник, который реально отвечал за вторжение, сейчас будет как-то искать мирно? И тем более, что из пяти представителей России на этом переговоре как минимум два, а возможно три являются генералами из ГРУ. Ну что они там делают? Это же не они должны искать мирное решение ГРУ. Это подрывная деятельность, это деятельность по разведке, по собиранию информации и так далее в цели будущих вторжений. Что они могут делать там, на этом переговоре? Вот это все красные флажки, которые надо поднимать. Ну а ваше предположение? Ну вы говорите, да, мы имеем дело с двумя, возможно даже с тремя представителями российского ГРУ. Генеральное разведывательное управление, или как они там правильно называются. И они ведут подрывную деятельность. Вот просто такая простая логика, о чем нам говорит, что если эти люди, ну представители российской делегации на переговорах Украины с Турцией, чего они хотят? Ну, во-первых, они хотят понять и сделать свой психологический профиль о слабостях с украинской стороны, так, чтобы продолжить войну и ее выиграть. Вот это первая цель их. Вторая, конечно, они будут пытаться найти слабых мест среди даже представителей украинской делегации, чтобы пытаться на них давить или даже рекрутировать. Это вообще в крови этих генералов, они по-другому не могут думать. Поэтому все, что они там делают, это агрессивная, а не миротворческая деятельность. Субтитры создавал DimaTorzok